Женьмин Жибая, Китай, интервью Владимира Путина газете Женьмин Жибая Женьмин Жибая, Китай, 25 апреля 2019 года В преддверии второго форума высокого уровня по международному сотрудничеству Один пояс, один путь, президент РФ Владимир Путин дал эксклюзивное интервью газете Женьмин Жибая Вопрос, в 2017 году вы присутствовали на международном форуме «Один пояс, один путь» Можете ли поделиться с нами, какое у вас было впечатление? На ваш взгляд, за прошедшие два года какие успехи были достигнуты? В каких сферах еще необходимо поработать? Какими темами вы интересуетесь в рамках второго форума? Путин, по историческим меркам два года, прошедшие с момента проведения в Пекине первого международного форума «Один пояс, один путь», срок небольшой Однако время уже показало, что инициатива председателя Си Цзиньпина действительно открывает широкие возможности для равноправного партнерства Наши китайские друзья творчески подходят к вопросам продвижения международного экономического сотрудничества Стремятся внести вклад в укрепление взаимосвязанности и обеспечение устойчивого развития на всем пространстве Евразии Такое желание можно только приветствовать Разумеется, для Китая важно успешное продвижение этого масштабного проекта При этом участие в нем должно быть выгодно всем странам Евразийского континента Должно способствовать наращиванию их экономического потенциала, повышать конкурентоспособность, служить росту качества жизни людей Для этого необходимо учитывать интересы всех партнеров, вести дело к гармонизации национальных программ и планов развития Надо не только торговать, но и продвигать взаимные инвестиции, реализовывать совместные инфраструктурные, транспортно-логистические, экологические проекты Стимулировать промышленную и технологическую кооперацию, научные и образовательные обмены, активизировать гуманитарные контакты Своё видение и перспектив региональной интеграции есть и у России Вместе с другими государствами, членами Евразийского экономического союза, Евразес, последовательно ведем поиск оптимальной модели взаимодействия Имея в виду планы по формированию большого евразийского партнерства, или, иными словами, широкой сети региональных интеграционных объединений, развивающихся скоординированно на основе принципов равноправия, открытости, взаимного уважения и учета интересов друг друга Роль в этом Китае, как стратегического партнера России, трудно переоценить Ведь, по сути, создание Большой Евразии, это сопряжение Евразес и концепция «Один пояс, один путь» Вы предложили сопряжение ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один путь» Довольны ли вы эффективностью реализации сопряжения двух этих проектов? Каковы ваши ожидания от него? Действительно, в мае 2015 года мы с председателем КНР Си Цзиньпином договорились о сопряжении строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути» Эту поистине историческую инициативу поддержали лидеры всех государств, участников Евразес В ее развитии 17 мая 2018 года было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразес и КНР Ожидаем, что уже в ближайшие месяцы документ вступит в силу и стороны без промедления приступят к его реализации Предстоит наладить и поставить на системную основу практическое взаимодействие между Евразийской экономической комиссией и правительством КНР В качестве первоочередной меры будет создана совместная комиссия, задача которой – рассмотрение конкретных инициатив по сопряжению Евразес и китайской инициативы «Один пояс – один путь» Приоритетными, на наш взгляд, здесь являются проекты в области транспорта, энергетики, экологии, торговли, финансов, цифровой экономики Уверен, что по итогам предстоящего второго международного форума «Один пояс – один путь в Пекине», в котором планирую принять участие Продвигаемые нашими странами интеграционные процессы на евразийском пространстве получат новый мощный импульс для развития Вы многократно встречались с председателем КНР Сицзиньпином С позиции руководителей намечали важные планы развития российско-китайских отношений Какую роль играют встречи между лидерами в развитии двусторонних отношений? Вы верно заметили, что мы регулярно встречаемся с председателем КНР Сицзиньпином Дорожу сложившимися между нами отношениями дружбы и взаимного уважения, которые позволяют наращивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям От политики и торговли до военно-технической и гуманитарной сфер Разумеется, такой доверительный диалог помогает более эффективно координировать позиции России и Китая по ключевым вопросам международной региональной повестки Сообща вырабатывать ответы на наиболее актуальные вызовы современности Как уже отмечал, наша очередная встреча состоится совсем скоро в Пекине Мы пообщаемся не только во время уже упомянутого мною форума «Один пояс, один путь», но и проведем переговоры в рамках двусторонней встречи лидеров России и Китая Ждем председателя Сицзиньпина с визитом в Россию в этом году В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией Как вы оцениваете уровень отношений между нашими странами и потенциал их дальнейшего развития? Можно без всякого преувеличения сказать, что наши страны подошли к юбилею с лучшими отношениями за всю историю Это результат кропотливой и успешной работы, которая велась последние 30 лет Россия и Китай полностью нормализовали двусторонние связи, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства Решили все чувствительные вопросы, включая пограничный Дальнейшие углубления взаимодействия между двумя государствами носят не конъюнктурный, а потому устойчивый и долгосрочный характер Это полностью отвечает интересам наших народов, задачам поддержания международной региональной безопасности и стабильности В основе российско-китайского политического диалога, взаимное доверие и уважение, неизменный учет подходов и позиций друг друга Налажены контакты на всех уровнях, от высшего до экспертного В общей работе энергично участвуют парламенты, общественные организации и, конечно, деловые круги Показателем высокого уровня доверия остается сотрудничество в военной и военно-технической сферах Россия и Китай проводят регулярные и совместные учения, обмениваются накопленным опытом в сфере военного строительства Динамично продвигается взаимодействие в области безопасности, в борьбе с терроризмом и организованной преступностью Нам удалось существенно нарастить взаимный товарооборот, который по итогам 2018 года превысил рекордную отметку в 100 миллиардов долларов Последовательно продвигается инвестиционное и финансовое взаимодействие, а также российско-китайская кооперация в сфере энергетики, в высокотехнологичных областях Важно, что расширяются связи между субъектами России и Китая Новый импульс этой работе придадут проходящие сейчас перекрестные годы межрегионального сотрудничества Большое внимание уделяем развитию гуманитарных обменов Реализован целый ряд проектов национальных годов И конечно, важная роль в деле укрепления фундамента двусторонних отношений принадлежит народной дипломатии, прямым контактам граждан наших стран, молодежи Убежден, потенциал российско-китайского партнерства поистине не исчерпаем И конечно, предстоящее празднование 70-летия установления дипломатических отношений будет способствовать его дальнейшему раскрытию Углублению дружественного взаимовыгодного двустороннего диалога по всем направлениям Китай и Россия – две крупные современные державы На ваш взгляд, как Пекин и Москва смогут лучше оказывать позитивное влияние на решение острых международных проблем И на поддержание равноправного и справедливого мирового порядка Российско-китайское внешнеполитическое взаимодействие – это важный стабилизирующий фактор в мировых делах Тем более что у наших стран совпадающие или весьма близкие позиции по ключевым проблемам современности К сожалению, отдельные государства Запада заявляют претензии на единоличное глобальное лидерство Грубо попирают нормы и принципы международного права Прибегают к шантажу, санкциям и давлению Пытаются силой навязать свои ценности и сомнительные идеалы целым странам и народам Мы с такими подходами категорически не согласны Для оздоровления международной обстановки, формирования более справедливого и демократического мироустройства Продолжим тесно координировать шаги России и Китая по актуальным глобальным и региональным вопросам Плодотворно взаимодействовать на таких ведущих многосторонних площадках, как ООН, группа 20, ШОС, БРИКС, ОТЭС При этом мы всегда открыты для сотрудничества и совместной работы с единомышленниками Со всеми, кто заинтересован в развитии межгосударственного общения на незыблемой основе устава ООН и международного права Наибольшее количество туристов в Россию приезжают из Китая Кроме Москвы и Санкт-Петербурга какие еще интересные места вы бы посоветовали посмотреть китайским туристам? Действительно, среди иностранных гостей, приезжающих в Россию, китайские туристы уверенно лидируют За последние пять лет их количество выросло почти вдвое, на 93% Только в прошлом году туристические поездки в нашу страну совершили около 1 миллиона 700 тысяч граждан КНР Мы искренне рады гостям Излюбленными городами туристов из КНР остаются Москва и Санкт-Петербург Вместе с тем они стремятся знакомиться и с другими российскими регионами Это знаменитое Золотое кольцо Центральной России, Урал и Сибирь, Дальний Восток и Кавказ Например, все больше гостей из Китая принимает Сочи, где после успешного проведения Зимней Олимпиады 2014 года создана высококачественная курортная спортивная инфраструктура На территории России находится 29 объектов, внесенных ЮНЕСКО в список всемирного культурного и природного наследия По этому показателю Россия входит в первую десятку стран мира Это культурно-исторический ансамбль Новгорода, Сергеева Посада, Казани, Ярославля, Дербента, Белокаменный храм у Владимира Исус Доля, Свияжска, Кишский погост, Соловецкий историко-культурный комплекс и другие творения наших зочих Природа щедро одарила Россию и такими жемчужинами, как самые глубокие и чистые озера Байкал, вулканы и гейзеры Камчатки, золотые горы Алтая, леса Коми, Куршская коса, центральный сихот и олень, природная система острова Аврангелия, Ленские столбы, плато Путарана Отдельное направление для китайских туристов, это посещение памятных мест, связанных с историей революционного движения, жизнью советских партийных и государственных лидеров Вновь подчеркну, у нас есть что посмотреть, есть где отдохнуть, и хочу еще раз сказать всем гостям из дружественного Китая, добро пожаловать в Россию Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ